В этом занятии мы узнаем, как работать с дисплеями с повышенной плотностью пикселей, какое это оказывает влияние на подход к дизайну и как презентовать такой дизайн. Кажется, еще совсем недавно мы играли в змейку на Nokia, где пиксели были различимы невооруженным глазом, а теперь многие даже не задумываются о том, что у телефона существует какое-то разрешение. Экраны с повышенной плотностью пикселей сейчас применяются уже повсеместно, если первым это сделала компания Apple, то сейчас многие другие производители также активно используют это. Появление таких дисплеев разделило понятие разрешения на разрешение экрана и разрешение верстки или так называемое виртуальное разрешение. Идея в том, что они теперь не обязаны совпадать. Если раньше на десктопе мы увидели, что пиксели экрана и пиксели верстки соответствуют один к одному, то сейчас это уже не так. Представим, например, тетрадный лист в клетку. Каждая такая клетка это пиксель, с которым мы можем работать в верстке. А теперь представим, что мы возьмем и этот клетчатый лист, каждую клетку разделим еще на 4 маленьких. Вот это будет уже разрешение устройства, то есть на один логический пиксель приходится четыре физических. Как это влияет на изображение? Получается, что один пиксель изображения, обычного, занимает четыре пикселя на экране и за счет этого происходит эффект размытия, потому что устройство вычисляет цвет оставшихся пикселей на основе одного пикселя изображения. Чтобы его побороть, применяются изображения с удвоенной плотностью, то есть мы берем нашу картинку и делаем ее в два раза больше по горизонтали и по вертикали. Таким образом, получается, что размеры точек на экране в точности соответствуют размерам точек на изображении. Есть медиазапросы, которые позволяют отследить, какую плотность пикселей используют устройства. Есть аналогичные решения для JavaScript. Но на самом деле, растровое изображение для таких устройств – это прошлый век. Самые эффективные результаты дает использование векторной графики. Это изображение в формате SVG и иконочные шрифты. При использовании векторной графики можно вообще забыть про плотность пикселей, потому что на любой плотности изображение будет выглядеть четко. И сейчас, когда уже начинают появляться устройства с не удвоенной, а утроенной плотностью, и под них тоже нужно адаптироваться, использование вектора дает гарантию на работу вашего сайта в будущем без изъянов. Итак, как дизайнерам дизайне для ретина экранов? Что делать, когда у нас теперь имеет место такая штука, как виртуальное разрешение? Как мы делаем? Мы обычно можем дизайнить свои макеты на 640 для минимального экрана, чтобы красиво их можно было залить себе на экран, показать клиенту. Но при этом должны иметь в виду, что для верстальщика от нас нужен макет шириной 320 пикселей. Чтобы легко можно было трансформировать 640 в 320, имеет смысл все графические объекты, все растровые объекты на 640 заключать в смарт-объекты. Тогда при трансформации в два раза не пострадают какие-то эффекты, а тени, градиенты, все это равномерно уменьшится и при этом абсолютно сохранит свое качество. Все векторные иллюстрации, иконки какие-то, нетиповые элементы и шрифты, нужно понимать, что это вектор, и изначально все иконки делать в векторе. И потом, опять же, этот вектор переедет у нас в версию, и все будет отлично, никаких искажений не предвидится. И здесь же важно отслеживать, чтобы при уменьшении шрифтов в два раза у нас все уменьшилось хорошо. То есть нужны четные размеры, чтобы не возникали шрифты типа 7,5 и тому подобное. Такие вот ошибки очень часто бывают, и надо их избежать. Ну и в целом это такая, скорее всего, к типовым ошибкам, но надо всегда смотреть на размер шрифтов, чтобы они были нормального читабельного размера. Очень часто люди мельчат. Подход к дизайну. Подход к дизайну, на самом деле, сильно не меняется. Единственное, что надо здесь иметь в виду, что нам нужен теперь в большей степени вектор. Что теперь у нас картинки существуют не в одном размере, а в разных размерах для разных экранов. Поэтому в Photoshop скорее логично заменить на иллюстратор или скетч. Потому что тот же самый скетч — это очень удобная программа. Пока она существует только для маков, но там сразу мы можем иметь дело с различными размерами холста, когда мы дизайним на 1024 и на 320, и, собственно, имеем дело с одной и той же библиотекой элементов. В Photoshop у нас этого нет. Нужно открывать разные макеты, может быть, организовать в разных слоях мобильное и немобильное разрешение. Но тоже нужно работать с библиотекой элементов, либо создавать себе некий мастер-макет или GUI-kit, куда вы будете складывать кнопочки, шрифты, будете организовать стили, чтобы у вас было по минимуму изменения между мобильной версией и большой веб-версией. Потому что каждое изменение — это дополнительные затраты на загрузку, и это дополнительная, в общем-то, боль для верстки. То есть по минимуму различных изменений. Что делать с меню? К нам пришел великолепный гамбургер в последние годы. Вы знаете его, это вот такие вот плашечки, еще в середине мяса. На сайте Apple есть гамбургер, который лишен мяса в середине, но он все равно отлично работает. Буквально два года назад приходилось спорить с клиентами и доказывать, что это тоже меню, и что люди знают, что это меню, и что они могут туда кликнуть. Теперь люди кликают. То есть мы знаем статистику, что люди гамбургерами пользуются все лучше и лучше. Поэтому сейчас на многих сайтах меню в виде гамбургера существует не только на мобильном экране, но и на большом экране тоже. То есть с точки зрения разработки это очень-очень удобно зафигачить меню целиком в одну кнопку и не думать уже никогда о структуре и о каких-то изменениях на сайте. Или вот пример такого же меню, только не в виде гамбургера, есть у Google и у YouTube. Там эти вот четыре точечки, которые висят рядом с именем пользователя уже на протяжении последних нескольких лет. То есть пользователи привыкают к этому виду меню, и с годами оно начинает работать все лучше и лучше. Но все-таки надо учесть, что если вы заточены на конверсию, и вы хотите знать, что пользователи действительно кликнут на какие-то важные пункты, надо их выносить. То есть убирать часть меню в гамбургер, часть меню оставлять написанными классическими строчками с названиями пунктов и разделов. То есть и потом отслеживать, естественно, конверсию вашего сайта, смотреть, как пользователи ходят, как они этим пользуются. С навигацией связана одна распространенная проблема. Это position fixed. Решение, которое на десктопе повсеместно применяется для элементов, которые при скролле остаются в пределах экрана, например, шапка, прилипающая кверху, на мобильнике зачастую реализовано не так, как хотелось бы разработчику. Это связано с неопределенностью спецификации, а также с особенностями работы устройств с виртуальным разрешением и разрешением самого устройства. Дело в том, что спецификация не говорит точно, относительно чего должно быть фиксирован данный слой, относительно видимой части экрана или относительно всего сайта. Поэтому реализация на разных устройствах, в разных браузерах может различаться. Существуют готовые решения, которые реализуют подобные механизмы, но они редко работают из коробки. Поэтому если вам нужен фиксированный элемент на сайте, это должно быть тщательно выверенное решение, написанное конкретно под ваш сайт. Одним из таких решений может быть разделение сайта на фиксированную и прокручиваемую области уже непосредственно в коде сайта, то есть не полагаясь на скролл всей страницы, а полагаясь на скролл именно контентной части. Дальше я передаю слово Грише, он расскажет, как презентовать дизайн клиенту. Как презентовывать макеты клиенту? Как показывать адаптив? Наш опыт говорит о том, что лучше всего работают макапы. Когда вы не показываете дизайн даже на конкретном устройстве, а показываете фотографии, где ваш макет уже живет в среде. Красивые фоточки, как люди с различными телефонами и планшетами, на природе, в машине, в космосе и вообще где угодно. Почему-то люди верят этим фотографиям. Я не знаю, такая странная психологическая штука, но макапы продают в тысячу раз лучше. Так что не стесняйтесь, можно использовать макапы, которые вы видели уже миллион раз и которые заезжены у дизайнеров, потому что клиенты обычно не смотрят миллион разных сайтов в день, и для них каждый макап все равно будет новым. Так что вставляйте ваши даже недоделанные макеты в макапы, распечатывайте, показывайте клиенту, и шанс, что у вас их примут, он в миллиарды раз возрастает. На этом занятии мы поговорили о том, как быть с ретинодисплеями, что делать с навигацией, как организовывать работу дизайнеру и, собственно, как презентовать все это вашему клиенту. А на следующем занятии мы поговорим о типографике.